Здравствуйте, друзья! Здесь Демятков Юрий. Продолжаю историю о том, как богатые используют деньги других людей. И на этот раз тут уже вообще скрывать нечего. Я точно могу сказать, о ком я буду говорить. Это Роберт Киосаки. Всем известна его книга «Бедный папа, богатый папа». Если вы не читали, очень советую. Занудная, страшно, но управляет мозги капитально, если вы ухитритесь дочитать ее до конца. И тех, кто не читал, почитайте. Тех, кто читал, может быть, вы не обратили внимание на такой эпизод, очень важный, когда молодой Роберт сделал свою первую сделку по недвижимости, и он прибежал к своему богатому папе хвалиться, как он классно все сделал. Потому что он нашел очень дешевую недвижимость и вложил в нее все свои деньги. И тут же нашел, как ее очень выгодно сдавать в аренду. И получается, что платежи по аренде значительно превосходят тогдашнюю ставку. И получается, что он вложил эти деньги под высокий процент. Точно так же делают очень многие у нас, в России. Они вкладывают деньги в недвижимость, и эта недвижимость сразу начинает переносить пассивный доход. И все классно, они говорят, надо деньги вкладывать в недвижимость. Но что ответил ему богатый папа? Богатый папа спросил у него, сколько денег у тебя было? Роберт говорит, ну там 50 тысяч долларов. А сколько наличных денег у тебя сейчас? Он говорит, ну сейчас у меня нет наличных денег, зато у меня есть недвижимость, очень выгодно, я их вложил. Папа говорит, а сколько таких домов ты можешь прямо сейчас купить? Роберт говорит, как сколько? Нисколько? Потому что у меня нет денег наличных. А когда ты их сможешь купить? Когда вернутся деньги? Ну, грубо говоря, посчитаем, давай ПЕ. Вот. Ну и в Америке обычно ПЕ 20, это, ну через 20 лет деньги, которые инвестированы полностью вернутся. Вот. И Роберт говорит, ну вот, можно посчитать, но я же классно вложил, так классно. Говорит, ну смотри, сколько ты будешь получать за счет аренды? Вот столько. У него уже есть договор. Так вот, говорит, смотри, говорит ему богатый папа, а что если ты возьмешь и купишь эту недвижимость в кредит? И, ну, у нас невозможно купить на 100% в кредит, по-моему. Там что-то надо вложить, первоначальный износ. У них было возможно. И Роберт говорит, зачем? Ну вот это же кредит, это же плохо. Говорит, а ты посчитай, сколько денег в месяц ты будешь платить за кредит? Ну, он посчитал, говорит, вот столько. А сколько денег у тебя будет получаться от аренды? Ну, Роберт посчитал столько. У тебя арендные платежи перекрывают стоимость кредита? Он говорит, ну, да. А сколько денег наличных, спрашивает богатый папа, у тебя остается в кармане? Роберт говорит, как было, так и осталось 50 тысяч. А сколько денег у тебя станет через месяц, после того, как ты получишь арендные платежи и заплатишь по кредиту? Роберт говорит, ну, чуть больше. Да, говорит он, но если я возьму в кредит квартира, то будет стоить дороже дом. Вот. И папа говорит, ну, а если тебе подвернется еще один такой дом, ты его сможешь купить? Роберт такой. Смогу. А сколько домов ты сможешь так купить? И такой он говорит, да, сколько угодно, потому что дома покупаются за счет кредита. И это был самый главный урок, говорит Киосаки, который преподал богатый папа. Потому что в этой схеме, смотрите, он ничего не вкладывает, он находит очень выгодную сделку. И все просчитано. Он считает проценты, которые он будет платить, и считает платежи, который он будет получать. И когда получается, что арендные платежи превосходят уплаченные проценты, то получается, что ты покупаешь недвижимость, а денег становится только больше. и что такое кредит под ипотеку? Это деньги чужих людей. Вот самый простейший пример от Роберта Киосаки, который известен всем. Не верите, можете проверить. И он постоянно использовал эти деньги для того, чтобы других людей, для того, чтобы очень быстро разбогатеть. И в результате у него большая фирма, много недвижимости. Вот за счет денег чужих людей.